Страшный пожар унес жизни пяти человек. Среди погибших есть дети. Об этом я не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите Адавича. Меня зовут Дмитрий Ежетарчук. Здравствуйте. В Кировской области построят мусорный полигон, где он появится и в какие сроки. Кировский транспорт лучше в стране. Опубликованы данные федерального рейтинга. Внимание автомобилистам. Сегодня ночью ограничат движение транспорта на переезде в Нововятске. Еще один выходной может появиться в России. 7 апреля предложили сделать днем здорового образа жизни. Пять человек погибли в Кирове при пожаре этой ночью. ЧП случилось на Бородулина 38. Это в районе ЖД вокзала. Возгорание произошло в двухэтажном деревянном жилом доме на четыре квартиры. В тушении участвовали 100 человек. 32 единицы спецтехники. Потушить дом удалось к двум часам ночи. Но не все его жильцы смогли спастись. Сотрудники МЧС нашли тела четырех детей и женщины 47 лет. На место происшествия выезжал руководитель следственного управления, следователи и следователи-криминалисты. Последние в настоящее время работают на месте происшествия. Также допрашиваются лица, обладающие для следствия важной информацией. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы с целью установления причин пожара. Как нам удалось узнать, в пожаре на Бородулина есть и пострадавшие. 13 человек были эвакуированы, 6 из них с травмами госпитализированы. Как рассказали в правительстве области, сейчас решается вопрос об оказании погорельцам финансовой помощи. В настоящий момент людям оказывается необходимая помощь. На базе одной из гостиниц в городе Кирове развернут пункт временного размещения пострадавших. Прямо сейчас наш корреспондент Ульяна Яздакова находится на месте трагедии. Ее сюжет со всеми подробностями ночного ЧП смотрите в нашем вечернем выпуске новостей в 19.00. Один человек погиб, еще один получил травмы. Таковы последствия ДТП за прошедшие сутки. Так, 18 февраля около полудня в поселке Оричи, по предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Киа Спектра совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по перекрестку. В результате происшествия 88-летний мужчина-пешеход получил травмы, его госпитализировали. В Орловском районе произошло ДТП со смертельным исходом. 18 февраля в 19.32 в Орловском районе на 348-м километре федеральной автодороги Вятка по предварительным данным, мужчина-водитель автомобиля Киа Сорента совершил наезд на пешехода, который лежал на проезжей части. В результате происшествия пешеход погиб. По факту ДТП проводится проверка. В Кировской области появится новый полигон для мусора. Как сообщили в правительстве, выдано разрешение на строительство полигона твердых коммунальных отходов в Шабалинском районе. Полигон станет частью инфраструктуры, в рамках которой в районах области будет построена сеть мусоросортировочных комплексов и новых современных полигонов, заявили в Министерстве охраны окружающей среды. Говорят, полигон построят по современным технологиям с применением геомембран и других средств защиты окружающей среды. Объекты будут строить в рамках нас проекта «Экология». Он рассчитан на ближайшие четыре года. То есть все работы должны быть завершены к 2024 году. Общественный транспорт Кирова признали комфортным и удобным. Российская компания по транспортному планированию проанализировала работу пассажирских перевозок в 60 городах России и составила рейтинг. Москву и Санкт-Петербург в него не включили намеренно из-за существенных отличий с другими городами. В исследовании проанализировано 40 показателей, которые характеризуют работу общественного транспорта. В их числе близость остановок от мест проживания, качество обслуживания, скорость движения, наличие транспортных карт, гибких тарифов и другое. По результатам оценки Киров набрал 64 балла, занял восьмую строчку в рейтинге и вошел в первую десятку городов с самым качественным транспортом страны. На самом деле он действительно конкурентоспособен. Ясню почему. Часто приходится ездить по городам, по другим. И недавно был в Перми и видел, что в Перми еще ездят автобусы 90-х годов выпуска. Да, они иномарки, но тем не менее, когда автобус более 20 лет, все равно это сказывается и на качестве, и на комфорте пассажиров. Сегодня ночью будет ограничено движение транспорта по железнодорожному переезду в Новоавиатском районе. С 8 часов вечера до 5 утра на этом участке будут проводить работы по выправке пути. В связи с этим организуют реверсивное движение. Водителям рекомендуют планировать поездки заранее. Возможно, в России появится еще один выходной 7 апреля в честь Всемирного дня здоровья. С таким предложением выступил руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он считает, что в стране необходимо продвигать здоровый образ жизни. Спорт важен для каждого человека в отдельности. О чем не раз заявлял и Владимир Путин. И такой праздник уже есть в мире. День здоровья. Его как раз отмечают 7 апреля. Поэтому Хамзаев предлагает присоединиться к празднованию и нашей стране, чтобы в этот день не просто отдыхать и заниматься спортом. А хотят ли кировчане дополнительный выходной? Мы спросили у них. Почему бы и нет? Отдых – это же хорошо. Прекрасно нужен. Прекрасная возможность побывать на улице, позаниматься спортом вместе со своей семьей. Нет, зачем? Пусть будет для работающих. Не нужно работать, деньги зарабатывать. Оперативно следить за новостями города и области теперь можно и в нашем телеграм-канале, и в ТикТок. Новости Кирова, Девятка ТВ. А у меня на этом все. В студии работал Дмитрий Житарчук. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!